чтобы внутри присутствовала такой внутренней тихой вкусной радости когда в каждом мгновении времени вы пребываете с таким знаете состоянием внутренней гармонии и когда внутри проявлен баланс это очень очень важно для каждого из нас напишите пожалуйста как меня слышно как меня видно сегодня нас ждет тема о которой я упомянула в крайнем своем посту который я написала и я задала вопрос насколько это интересно и насколько это актуально тема связана и посвящена такому духовному учителю духовному пути и очень многие я знаю что ждут это видео мои ученики мои клиенты до всех всех приветствую скажите пожалуйста как связь как меня видно и как меня слышно если все хорошо то будем с вами начинать наш прямой эфир представляете уже 2021 год просто фантастика просто фантастика давайте я парочку минут подожду напишите мне пожалуйста про нашу связь потому что тема очень интересная и они очень многие говорят к не очень многие стремятся мне рассказывают мои ученики которые проходили какие-либо авторские курсы о том что к ним на консультацию приходят девочки девушки женщины прекраснейшие и у многих стоит такой вопрос какой же мне ракурс выбрать как мне начать двигаться именно в своем духовном развитии где мне взять своего духовного учителя которому я буду следовать в той или иной мере с которым я буду разделять его взгляды его мировосприятия его мировоззрение поэтому так до солнышки мои напишите пожалуйста меня слышно меня видно если прекрасная связь то будем продолжать то будет обидно если я буду раскрывать тему а кажется что не совсем качественная связь у нас хорошо если не совсем качественная то я просто попробую другой подключить интернет так на сердечки идут это говорит о том что все хорошо да добрый день моя зайника добрый день слышно все слышно прекрасно видно глаз все хорошо да но все будем значит продолжать и я попрошу вас обязательно писать и задавать свои вопросы касающиеся данной темы хорошо ксюшенька я помню у вас был вопрос да вы о нем упоминали по моему в комментариях вы тоже его продублируйте напишите все отлично но все круто будем продолжать настенька привет моя хорошая всех с праздником так вот духовный путь очень многие благодарю моя родная очень многие данные темы поистине озадачены и наверное нужно сперва рассказать о моем пути в том числе и духовном пути и истоки лежали ну наверное с юности да потому что в детстве были проявлены интуитивные способности они были не просто заложены они именно проявлялись кто смотрел мои прямые эфиры или видео про рейки я там подробно рассказывала поэтому сегодня не буду акцент на этом ставить долго долго чтобы не говорить чтобы не повторяться так вот тема духовного развития она всегда меня интересовала и познавала я ее через литературу совершенно разнообразную которая просто ко мне приходила что значит ко мне приходила сразу же до объясню это например когда я прихожу в магазин и меня просто энергия какая-то направляет в определенное место моя рука тянется за определенной книгой или например общаясь с кем-то кто-то упомянул ту или иную литературу и кто-то может упомянуть на тебя это никак не коснется на внутреннем уровне а если появляется отклик но это говорю про себя то я всегда находила данную литературу я ее изучала я ее применила и в принципе я такой человек который и наверное благодаря именно этому качеству я являюсь тем человеком которым я являюсь я любую информацию сразу же применяю любую информацию которая во мне имеет определенный отклик я сразу же ее внедряю свою повседневную жизнь далее это конечно же практики которым я шла которые с которыми я взаимодействовала и прежде всего это конечно же медитация медитация инициирована я была в т.м. ну больше 15 лет это сто процентов сколько я уже и не помню до моим учителем была валя дальше это была инициация в рейке также огромное огромное множество лет тому назад далее огромное количество было семинаров путешествия я путешествую по всему миру и вот куда бы я не приезжала в какие бы уголки азии европы не имеет значения я всегда везде искала учителей я всегда везде искала разные направления я их не просто изучала мне этого всегда было мало мне всегда нужно было углубиться и любая допустим любое направление но не любое да это будет преувеличена но большинство из направлений которые существуют в юге я проходила именно такие мастерские до получала знания получала сертификаты о том что я могу в дальнейшем применять данные знания в виде преподавательской деятельности и не всегда было желание именно преподавать но всегда было внутреннее знание что мне дадут больше чем если я буду просто обывателем скажем так да и этого всего было просто невероятное количество и все кто изучал мою биографию я не писала и кому интересно просто прочтите автобиография а.л. там есть два раздела одна биография посвящена искусству и вы также сможете увидеть что за ним да вот у меня всего два направления это энергетическая психология и все что связано с изобразительным искусством не до всего нужно было доходить в углубленном таком виде в углубленном состоянии иглу углубленно изучать углубленно передавать дальше знания и вы увидите исходя из биографии как много всего было в моей жизни пройдена изучена и освоена и к чему я дошла и к чему я пришла что самый главный духовный учител самый главный который поистине имеет огромную ценность и значимость это обычная повседневная наша жизнь это самый большой и глубокий наш духовный учитель это обычно обычные наши будни это то с чем мы соприкасаемся в нашей реалии буду приводить пример одно дело пройти инициацию да это то о чем я всегда говорю каждому своему ученику которые инициируются в рейке одно дело инициироваться получить поток расширяющая энергия после инициации вроде бы это считанные какие-то минуты но у человека хоп и произошло расширение данной энергетическом уровне человек пребывает в такой эйфории он пребывает в таком состоянии состоянии мотивация состоянии вау кайф класс другое дело когда ты приходишь домой и проходит какое-то определенное время после обучения и ты сталкиваешься тет-а-тет со своей ленью сталкиваешься со своим эго которая быть может тебе начинает тихо мягко нашептывать да нашептывать о том что ты такой уже умница ты же уже достиг вот этого состояния просветленности в своем до формате и в своем своей какой-то мере ты же ведь уже такой на медитированный все классно все здорово или появляется допустим момент когда все тебе начинает мешать когда тебе все начинают отвлекать и ты думаешь но не сегодня завтра завтра будет более благоприятный момент времени и ответьте мне теперь на вопрос духовным учителем для ученика моего является этот духовный учитель в моем лице человек который передал знания человек который расширил показал как может быть иначе приоткрыл занавес до совершенно показал какой путь может иметь место быть не просто показал а показал на практике как это действует или духовным учителем является именно быть ее в котором человек отказывается уже скажем так энергетически когда он отошел от меня приведут да просто привожу пример до на примере именно своем как преподаватель это и как учителя так вот вы мне ответьте на вопрос учитель духовный в этот аспект времени было я или его окружение или он сам когда превозмогал над собой когда он справлялся с каким-то внутренним таким моментом который говорил да плюнь ты на эту всю ерундистику тебя все так круто и классно и ты вообще в шоколаде и все у тебя просто звездным небом разделилась на мой взгляд духовным учителем является именно сама жизнь и бытие человека или может человек огромное количество множество времени посвятить вот как я до изучению анатомии человека изучению как какой вкус запах аспект с точки зрения юрведы оказывает влияние да там на тот или иной орган на ту или иную дошу человека можно изучить огромное количество как сейчас модное направление даст в натура натуропатия правильно если ошибаюсь прошу прощения можете меня подправить изучить воздействие как на нас оказывает воздействие те или иные витамины микроэлементы или то какое воздействие оказывает на нас вода или изучить досконально тему о вреде сахара или о вреде спиртного и быть обладателем огромного багажа знаний очень классных об этом классно говорить об этом классно рассказывать своим ученикам и клиентам и другое дело когда ты сталкиваешься с ситуацией когда у тебя надеюсь у нас больше половины сейчас девушек присутствуют пмс и гормоны у тебя начинают гулять трудиться как угодно себя вести и тебе так хочется съесть вот эти пирожные стран с жирами и ты в этот момент вспоминаешь о своих знаниях и у тебя всегда есть выбор взять скушать ложечку меда ощутить обволакивающий растекающий кайф вкуса ощущение то что это натуральный живой продукт или приготовить себе запечь яблоки с орехами с медом с со специями в этот момент ответьте мне кто был для меня учителем и не нужно мне говорить о причем здесь духовность это тоже духовность это неразрывная связь все оттенки вашей жизни все сферы вашей жизни как раз и формируют внутреннее состояние духовности они формируют ваш духовный путь и если вернуться к теме о которой я говорила учителем в этот момент являлся тот от кого я брала знания или учителем были ситуации при которых было множество проверок а как-то эти знания будешь применять в жизни жду ваши комментарии это у нас до сердца я ваши обожаю и мне особенно нравится что они такие белоснежные светлые красивые чистые на мой взгляд мы можем хоть обмедитироваться показывать в инстаграме красивую картинку как мы сидим в позе лотоса смотрим на море и на океан изобразить возвышенное духовно просветленное лицо и другой момент когда происходит вокруг тебя какая-либо агрессия какое-либо недовольство и ты можешь внутри себя задать себе вопрос а это сейчас обо мне а как это сейчас обо мне а я сейчас буду идти на поводу у того человека кто проявляет эту агрессию по отношению ко мне а он ее проявляет может быть из-за того чтобы достучаться до меня и я чего-то просто тупо недопонимаю и он просто орет потому что шепотом ты но не совсем слышишь и вот как в этот момент ты себя будешь вести могу вам сказать очень интересный такой маленький прикольчик мне сейчас 37 лет и отслеживать тонко и достаточно быстро вот эти явления мне кажется ну лет в 36 я начала а а до этого и продолжают слеживать но это так а до этого я постоянно была в пути и пребываю в этом пути а а до этого я накапливала огромное количество знаний и не просто знаний пройдя какое-то одно обучение два или три а множество получая за год невероятный поток уникальных глубинных знаний от мастеров своего дела в своем деле и каждый раз понимая что это все очень классно укладывается накладывается да на мои все эфирные тела укладывается в моем сердце имеет отклик но насколько я могла это все применять именно в обыденной в обычной повседневной жизни но у меня к себе есть вопросы да я к себе очень знаете как реалистично настроена и очень правдоподобно без искажений поэтому мои хорошие на мой взгляд именно это является духовным до выражение духовный путь и духовный учитель и более грамотного более тонкого более знаете такого щедрого чем наш творец чем наш создатель чем то как это все устроено невозможно себе представить и вопросить и как много я сейчас вижу заблуждений как много эти заблуждения порождают искажения в сознаниях людей это все тоже очень тонко и я могу сказать что через это тоже важно пройти каждому и просто задать себе вопрос а есть что-то более высоким чем духовный учитель виде твоего ребенка или чем отсутствие этого ребенка которого ты жаждешь всем своим нутром что то есть более важного высокого и ценного есть какое-то учение более емко более глубокая чем когда тебя выводит и выворачивает изнутри твой ребенок а ты не можешь совладать со своими эмоциями ну не знаю не знаю на мой взгляд нет есть что-то более ценного виде духовного учителя чем тот мужчина с которым тебя свела жизнь который именно в этом моменте времени является твоим главным учителем духовным учителем через отзеркаливание твоей сути той которую ты к сожалению не хочешь применять принимать и слышать не знаю на мой взгляд нет да все верно да ксюшенька все верно все верно и самое парадоксальное заключается именно в том что вот я уверена что мои прямые эфиры до среди моих подписчиков огромное количество являются именно те люди которые идут по духовному пути те люди которые так или иначе косвенно как угодно но при к соприкасались с аспектами с моментами изучения или уже непосредственно виде практики виде профессия да когда это стало профессиональным аспектом в их жизни и просто вспомните какое состояние тотального расширения тотального кайфа такого состояния внутреннего потока когда ты взаимодействуешь с учителем когда ты получаешь определенные знания вот далеко ходить не нужно да буду на себе приводить примеры я уже который месяц получаю знания от учителя которому 62 года который живет в индии и получаю уникальные знания которые поистине невозможно получить в книгах где-то их там прочесть это можно вот из уст в уста то от учителя к ученику получить и вот это состояние кайфа кайфа это даже знаете такой момент когда вся ответственность лежит именно на учителя и поистине насколько является ценным когда сейчас я обращаю внимание на то как я мгновенно знаете вот в считанные секунды могу в каких-то достаточно вот здесь тоже хочется сказать сложных жизненных ситуациях а на самом деле любые самые сложные жизненные ситуации касающиеся здоровья личной жизни вашего бизнеса работы и так далее самые ценные и самые благостные для вас всегда смотрите вот тогда дуальность так вот как уже получается быстро брать и применять то что ты получил на мой взгляд в дар да потому что человек делится и это уже за бест не имеет значения что ты за это там заплатил космическую сумму денег он бы мог это оставить все равно просто при себе да и как ты это можешь быстро внедрять именно в таких знаете экстренных ситуациях вот это ценно кто в этот момент является твоим главным духовным учителем на мой взгляд эти экстренные ситуации и это бытие а кто же тогда по моему ощущению по моему чувствованию являются люди такие как я которые передают и невероятно щедро делятся своими знаниями опытом своими внутренними наработками и внешними они являются невероятными такими проводниками которые могут показать вектор они являются учителями и я себя считаю учитель учителем потому что я вижу отклик огромный от своих ученик учеников да но духовным учителем на мой взгляд на мой подчеркиваю вот так много-много раз не является человек а является он сам внутри и его реакцией на его обыденную повседневную жизнь вот анечка сокрасните пожалуйста эфир очень ценно сохраню родненькая моя если инстаграм это позволит потому что инстаграм дело непредсказуемое но если он дай бог даст просто хотя бы позволит сохранить его в телефоне то у меня есть youtube я обязательно его выложу вот мои родные это та информация с которой я хотела с вами сегодня поделиться это то моё внутреннее откровение которое я нарабатывала на протяжении но лет двадцати пяти сто процентов резюмируя это скажу честно это не сильно весело потому что гораздо легче и гораздо проще круче поверить в то что ты можешь просто соединиться с учителем наполнится его энергии напитаться и ты приблизишься к состоянию просветленности ах нет ежедневная духовная практика которая не только заключается повторяю резюмирую и подчеркиваю виде медитации моих практик флау практика л рейки и так далее это инструмент я всегда миллиард раз об этом говорю инструментариев может быть множество главное их применять а еще важнее это анализ как ты умеешь применять эти инструменты на практике своей повседневной жизни соприкасаясь и видя как происходит трансформация твоя на эмоциональном прежде всего уровне она вы невероятно от вас какая-то мощная энергия благодарю моя родная я просто верю в то о чем я говорю я просто то о чем я говорю пропускаю через себя применяю это на практике поэтому это может иметь отклик я вас благодарю благодарю всех благодарю мои хорошие вот поэтому мои хорошие я вас чуть-чуть там поздравляла в начале прямого эфира но сейчас хочу еще озвучить поздравления исходя уже от услышанного вами хочу каждому из вас и себе прежде всего пожелать осознанности внутренней глубинной и всегда понимать что если ты видишь в ком-то как человек может на агрессию ответить любовью если ты видишь как другой человек может воспринимать тотально и любить безусловно своего ребенка не в моменте когда он спит или когда он так себя потрясающе классно ведет а в тот момент когда внутри тебя что-то бесит и раздражает и ребенок просто веселиться хохочет и ты в этот момент благодаришь его за то учение которое он тебе дарует в этот аспект времени найти в себе силы волю подключить использовать те инструменты которые приведут тебя в состояние здравого смысла улыбнуться поблагодарить если вы будете это отмечать в других людях и в себе частности вот это и есть ваш духовный путь вот это и есть ваша ежедневная духовная практика так сейчас почитаю я вот думаю мои грабли когда-то доведут меня до результатов можно падать жестко но главное как принять это падение находить силы вставать анечка люблю вас а я вас танечка поблагодарить их эти грабельки поднимать себя за шкирку вставать благодарить тех людей которые тебя прям носиком тыкают а ты это не замечаешь и продолжать и тогда творец видит какое-то шевеление в ней происходит давай-ка я буду уже помягче уроки давать понимаете анечка еще раз напишу сюда мой вопрос бывает такое что познаешь что-то в духовных практиках открываешь для себя потрясающие инструменты хочешь этим поделиться со всеми и можешь перейти грань когда начинаешь не просто рекомендовать а именно навязывать было мало ли у вас такое что посоветуете чтобы контролировать это в себе круто приведу пример моего учителя вали это было да еще это кстати главный ценный момент почитать уважать своих участили это невероятно ценная 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 практика очень ценная и я помню на одно из обучений я к ней пришла в таком состоянии ну короче я такая умная была я прихожу горю валя столько новых книг накупила по практикам там по всему и вот у меня тогда была подружка знакомая девочка и и я понимала насколько она отстает от меня в плане развития в плане начитанности да там и так далее и в общем суть разговора была такая что ты понимаешь я же так ее люблю я же так ее люблю я же так и хочу порекомендовать там литературу еще там как-то ну там опять же девочки то надо понимать мой уровень развития сто лет назад и да и я тогда считала себя очень уже молодец эго процветала просто мама родная и что она мне сказала она не сказала анечка запомни а ну и как бы тема типа было до такого рода я уже не помню что там было просто суть сейчас что-нибудь придумаю просто суд чтобы было понятно что типа она это то ли не принимает то не не линии слышит ну и так далее и мне валечка сказала анечка запомни раз и навсегда если тебя не спрашивают закрой свой ротик и молчи но тогда был первый крах моего эго это такой знаете мне было состояние мне взяли сковородку такую по голове баба и я тогда впервые задумалась и вы знаете после этого момента у меня проскакивали приступы эго чаще всего я людей теряла как показывает практика и после этого я что-либо говорю и даю только за деньги ко мне приходят на консультацию оплачивают мне мой труд огромный труд и тогда я отвечаю даю рекомендации даю вектор направление и так далее и . так же как я поступила с этим прямым эфиром я задала вопрос и так как я планирую впредь поступать я задала вопрос вам это интересно окей да я это даю бесплатно но я верю в то что кто-то из вас поделится там прямым эфиром истории кто-то напишет сообщение да в комментариях и так далее и у нас произойдет уравновешивание энергии но просто так умничать и говорить о том что т 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 я это прошла давно не интересно больше не интересно по этой причине я могу совершенно элементарно дружить и общаться только на предмет там подружками не и так далее не говорить от слова совсем вот поэтому если у меня спрашивают велкам на консультацию или велкам если я в этом контексте смогу вкратце ответить я отвечу вот не очень сложно не ответить на агрессию меня в этот момент изнутри вулкан бушует ху надо над этим работать да да танечка нужно понимать что у каждого свои уроки у каждого свой путь у каждого вот этот духовный учитель он свой и все прям для меня обнимаю а я вас как отреагировать на агрессию любовью более экологично для себя ведь если нет выплеснуть негативную эмоцию а заглушить в себе но это негативно сказывается на здоровье нужно же выплескивать эмоции правильно но ответьте мне на один маленький вопрос когда вы выплескиваете агрессию на агрессора прям закрываете глаза и вспоминайте какого вас после этого состояния вот мне очень интересно те кто это советует делать они задумываются над этим или нет ну окей представляем ситуацию какой-то козел который раздраконил просто мою всю суть да не могу он все делает на то чтобы ты вступил с ним до соединился с эгрегором вступил в этот в эту энергию мощную уничтожающую все и вся вокруг вы вступаете и какое у вас состояние потом ну состояние выжатый лимончик до состояние головная боль сумасшедшая с мигренозным до оттенком сразу же пошла проблематика скорее всего на печень до где-то в поджелудочной отложилась пережатые полностью напрочь сосуды пошел блок полностью в трапецию до полностью в все наши мышцы особенно все что связано до с областью лопаток лопатки плечики наши шея пошли блоки ну и дальше это был вылезет обязательно через время если это мы будем повторять такую крутую практику в хронику ну как бы прикольный до вариант на мой взгляд физическая активность ежедневная час это обязательно вышли в минус 22 как было сегодня почему-то градусник показал минус 20 когда я стори выложила сколько градусов а у меня до этого дома показывал минус 22 ну и фиг с ним значит чуть-чуть щечки мои стали покраснее с носиком да но зато я все таки сделала то что я должна потому что энергии через меня проходит огромное множество и заземление необходимо получать поэтому постоянная практика здесь я могу говорить много и и можно отдельный прямой эфир светочка дайте-ка я сделаю скрин и вы мне еще можете напомнить и я вам прям расскажу хорошо какие-то дам действенные действенные инструменты ладно потому что это правда сейчас я начала говорить я понимаю тут говорить и не остановиться а вот так сложно не умничать наверное это и есть . конечно через которую мне надо конечно а вы прям вспоминаете до момент не спрашивают не лезь да не надо умничать там где тебя не спрашивают нужно понять что ты начинаешь лезть из-за эго ты ж себя в возомнил самым умным ты понимаешь моя рыба а с какой стати ты себя в особнял самым умным этот человек ты единственное что можешь сказать ты знаешь я сейчас не знаю там был на консультации у того-то того-то и получил огромный отклик вообще чистый кайф а человек скажет вау там через месяцок а помнишь ты мне рассказывал дай мне контакт окей или допустим человек видит что вы как-то меняетесь на глазах и он спросит чё делаешь что употребляем что употребляем ты скажешь где-то и где-то практики делаем кайф нужно просто понимать что у каждого свой путь и если человека торопить плохим будете только вы анечка какие важные мысли как рада что и все таки открыла сегодня 100 грамм вовремя моя золотая и я линочка люблю анечка а как останавливать перекручивание событий которые догоняют и начинаешь думать как было нужно поступить чтобы это удалить раньше это столько времени отнимает ведь на то чего уже нет уладить да я поняла но это котик мой это такой же до избыточный потенциал как и взаимодействие с агрессии сделаем мы сейчас я тоже сделаю скрин этого сообщения да но здесь прежде всего это практики на осознанность это практики но если до вашем случае это практики на замедление себя это практики очень много практики я бы могла дать но я хочу на я же знаете как синдром отличника я сейчас экзамен сдам диплом получу и и я вам дам обязать к нашей консультации я вам как бы все это уже дам моя рыбка ладно практики по остановке мыслей первостепенно и про на ощущение нахождение себя в теле и весь избыточный потенциал которые присутствуют его необходимо выплескивать и заземлять через физику вот это очень очень важно вот но что мои родные я надеюсь наш прямой эфир был полезен буду благодарна за вашу обратную связь в комментариях если у нас эфир сохранится за ваши рекомендации и репост этого прямого эфира следующий тогда прямой эфир у меня все такая тема круто я была прямого эфира она у меня сегодня к вам пришла в поле это по реализации намерений задумок как начать действовать и реализовать себя в своем деле вот мне надо об этом тоже не за у меня знаете как огромное множество информации 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 но просто эта тема это то что да у меня как всегда приходит в жизни это произошло я могу с этим делиться вот поэтому это те эту тему я хотела затронуть раскрыть но и тема конечно вот которая светочка да вы попросили и это уже очень важно не поговорить линуся благодарю лена у меня самый лучший в мире в этом плане человечек самой ответственной я записываю запишите да моя хорошая я также выложу потом пост вы проголосуете отклик вижу прямой эфир провожу ладно я на всех люблю целую 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 мои родные всех благ классного дня и просто почаще себя останавливайте остановил ощутил где я нахожусь и иду дальше а за сердца вообще люблю